Здравствуйте! В эфире телеканала Карибу служба новостей. В студии работает Олеся Хитагурова. Коротко о главных темах выпуска. Единый государственный экзамен для родителей. В Магадане проверили знания русского языка у старшего поколения. Телеканал Карибу продолжает проект «Город делаем мы». В этот раз мы расскажем о профессии авиадиспетчера. В муниципалитете состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии. Городские депутаты рассмотрели целый ряд вопросов, которые впоследствии вынесут на утверждение Магаданской городской думы. На заседании побывала и наша съемочная группа. В прошедшем году комиссия провела 10 заседаний, на которых было принято около 40 решений по самым различным аспектам городской жизни. А на текущем заседании народные избранники обсудили вопрос об утверждении положения об организации транспортного обслуживания магаданцу. В проекте положение обозначено полномочия мэрии города Магадана в соответствии с указанным законом, предусмотренным для органов местного самоуправления, порядок установления изменений отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, порядок изменения видов перевозок, то есть по регулируемым или нерегулируемым тарифам, и организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Данные изменения необходимо было ввести по причине последних изменений федерального законодательства. По мнению членов комиссии, данный вопрос еще недостаточно проработан, и его необходимо довести до совершенства. Здесь мы хотели получить некоторые разъяснения от комитета по работе с хозсубъектами. Ну вот, в общем, все эти вопросы, они направлены на то, чтобы это решение было действительно жизнеспособным, выверенным, и могло урегулировать все вопросы, которые могут возникнуть в будущем и последующем в ходе проведения конкурсов. Кроме того, на обсуждение комиссии был вынесен вопрос о внесении изменений в муниципальную программу обеспечения магаданцев с доступным жильем в 2015-2018 годах. Это связано с изменением порядка финансирования данной программы по отдельным пунктам. Виталий Моряков и Игорь Радченко. Специально для Службы новостей. Единый государственный экзамен для родителей. Уникальная возможность проверить свои знания по русскому языку так, как это делает современная молодежь, теперь есть и у представителей старшего поколения. Как взрослые написали свой первый ЕГЭ, расскажет Анна Карнетова. Министерство образования и молодежной политики Магаданской области устроило настоящее испытание для взрослых. Единый государственный экзамен по русскому языку. В этот день они смогли сами пройти через все процедуры регистрации, заполнить бланки, написать небольшую проверочную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые предлагаются выпускникам школ. Такой экзамен ЕГЭ для родителей мы проводим впервые. Это как одна из акций информирования родителей о правилах и порядке проведения единого государственного экзамена. Сесть за парты и проверить свои знания решились 15 человек, среди которых были не только родители учащихся, но и работники сферы образования. Позже они поделились впечатлениями о первом в их жизни едином государственном экзамене. Очень важным для сегодня, я это поняла, является, конечно, обеспечение информационной безопасности проведения единого государственного экзамена, потому что все задания и содержание КИМов, они требуют сосредоточенности, они требуют внимания, внимательности. После окончания всех необходимых процедур состоялась пресс-конференция. Ее участники обсудили проблемы, с которыми они столкнулись во время написания работы. Представители образования выслушали все предложения и замечания. Сейчас через себя это пропустил. Я просто хочу сказать, что на ЕГЭ это нормальная рабочая обстановка. На нее надо настроиться, спокойно работать с заданием. Пробную сдачу ЕГЭ провели для того, чтобы родители на своем опыте смогли ощутить то, что чувствуют их дети во время сдачи экзамена. Организаторы уверены, что желающих испытать себя и проверить свои знания становится все больше. Поэтому проводить такую работу теперь будут регулярно. Анна Корнетова, Евгений Титов. Специально для службы новостей. А сейчас Александр Ширудила расскажет о самых актуальных событиях в стране и за ее пределами. Саша, мы тебя слушаем. Здравствуйте. О самых интересных событиях в стране и за ее пределами по данным информационного агентства ИТАРТАС. Самый высокий бархан в мире завиксировал аравийский ученый в пустыне Руб Аль-Хали на территории Амана. Его высота над уровнем моря составляет 455 метров. Теннисистка Мария Шарапова пожертвовала более 2 миллионов рублей в пользу детских домов в России. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Фейсбуке. В Чехии и Словакии резко возросло поголовье кабанов. В большом количестве и совершенно не боясь людей, они разгуливают по полям фермеров и городским лесопаркам, даже на окраинах Праги и Братиславы. Массовое бракосочетание состоялось в Мексике на одном из пляжей известного курортного города Акапулька. На побережье официально зарегистрировали свои отношения 200 пар. Они воспользовались возможностью бесплатно скрепить брачные узы, которые им предоставили городские власти. Обычный ирландский инженер претендует на звание самого эксцентричного жителя острова. Он выбрал необычный способ для того, чтобы каждую пятницу ездить в местный паб. Элитные иномарки он предпочел списанный британский танк Скорпион, который он приобрел на распродаже армейского имущества в Северной Ирландии. На этом у нас все. Помните, новости ближе, чем вы думаете. Телеканал «Кариву» продолжает проект «Город делаем мы». В этот раз мы расскажем о профессии авиадиспетчера, о сложностях и буднях этой работы в нашем следующем сюжете. Небо для нас, для обычных людей, бескрайне и свободно. Но где-то далеко над облаками, на высоте в тысячи метров, небесный купол пронзают сотни воздушных трасс, по которым ежедневно прилетают самолеты. И мало кто задумывается, что их движение зависит не только от пилотов, но и от людей, которые находятся на земле. Авиадиспетчеров. Именно они осуществляют контроль на протяжении всего полета, начиная с момента запуска двигателя и заканчивая благополучным прибытием воздушного судна на стоянку. Колымское небо под контролем филиала аэронавигации «Северо-Востока». Его специалисты ежесуточно обслуживают сотни полетов, прилетающие, взлетающие, идущие транзитом. Главная задача авиадиспетчера – обеспечить их безопасность. А это значит не допустить сближения самолетов на опасное расстояние информировать экипаж об изменившейся метеорологической аэронавигационной обстановке, рекомендовать изменения маршрута, запасной аэродром, согласовать условия полета с соседними центрами, в том числе и с американскими, взаимодействовать с представителями Министерства обороны России. Удивительно, но в небе тоже бывает тесно. Иной раз у диспетчера находится более 30 воздушных судов одновременно на связи. Не запутаться, не растеряться, держать себя в руках, будь всегда спокойным и беспристрастным. Главные качества авиадиспетчера. Дмитрий Вайсман управляет полетами уже более 7 лет. Он с детства знал, что свяжет свои жизни с самолетами. И говорит, управлять железной птицей с земли не менее интересно, чем сидеть за штурвалом. Мой выбор, наверное, был осознанный. Все, наверное, мечты идут из детства. Собственно, я не исключение, поэтому хотелось стать частью этого авиационного мира. Вот 7 лет я уже здесь работаю, и за эти 7 лет я ни разу не пожалел о своем выборе. Огромный монитор, на котором отображаются все самолеты, пролетающие в Колымском небе, средства связи с экипажем. Так выглядит рабочее место авиадиспетчера. Глядя на данные на мониторе, он должен уметь быстро реагировать в меняющихся условиях, мгновенно принимать решения и быть спокойным и беспристрастным, а также в совершенстве владеть английским языком. 14 февраля – день всех влюбленных. Для кого-то праздник, для кого-то нет. Но все же сложно отрицать, что именно эта дата воспринимается по-своему, но особенно. Несколько лет назад в Магадане появилось дерево любви, ставшее символом долгих и крепких отношений. Но после потопа в 2014 году дерево не стало. Разговоры о том, чтобы вернуть архитектурное творение, начались сразу. Но неожиданно мнения колымчан разделились. Да и выбор места стал предметом спора. Свести разногласия к минимуму и выслушать мнение всех неравнодушных к этому вопросу поможет сайт «Открытый Магадан». На нем стартовал первый опрос, который касается установки в областном центре «Дерево любви». Участвуя в голосовании, магаданцам предстоит решить, нужен ли такой объект городу и где его лучше установить. В городском парке в районе Магаданской площади в сквере морской или предложить свой вариант. Прежнее место около моста на улице Ленина признано небезопасным. Отметим, наиболее активные участники голосований будут поощряться билетами в кино, театр и на какие-то значимые городские мероприятия. На сайте openmagadan.ru уже зарегистрировано 250 человек. Около 500 приняло участие в пробных голосованиях. Я думаю, лучше, чем на самом мосту это и делать. Лучше уже сделать что-нибудь такое, где все это будет вешаться. Так если люди знают, что кого-то любят, то им не надо ничего подтверждать и закреплять. Должно быть, конечно, когда оно стояло, вообще люди вешали все туда. Сейчас ездят на горняк, ну как бы дорога там не совсем хорошая, поэтому лучше, чтобы было где-нибудь здесь, поблизости в городе, можно и сфотографироваться. Также 14 февраля – это еще один повод сказать своей второй половинке о том, как сильно вы ее любите. В этот день во многих странах мира влюбленные дарят друг другу подарки и открытки в форме сердца. Об истории праздника и том, как его отмечают сегодня, расскажет Василий Городничев. День Святого Валентина существует уже более 16 веков. Его впервые стали отмечать еще в Римской империи. Виновником праздника стал христианский священник Валентин. Он был настоящим романтиком. Его любимым развлечением было мерить поссорившихся, помогать писать любовные письма и по просьбе влюбленных дарить цветы. Ясное дело, что праздник День Святого Валентина для многих не является праздником. Но это очередной повод поздравить свою вторую половинку с каким-то событием, просто признаться в любви, сказать, как сильно вы ее любите, подарить какой-нибудь интересный подарок и проявить свое внимание, которого так не хватает каждому из нас. В России День Святого Валентина отмечается с начала 90-х годов прошлого века. К сегодняшнему дню он прочно вошел в число любимых и популярных праздников. Традиционно в этот день дорогим сердцу людям приятно дарить цветы, конфеты, игрушки и открытки. Больше всего этому, конечно же, радуются девушки. Этот прекрасный праздник, очень милый и для влюбленных. Влюбленные дарят друг другу подарки. Вот с утра поздравил, она меня с утра поздравила, вечером поужинаем по-студенчески, скромненько. Хороший праздник. Многим из нас этот праздник запомнился еще со школьных лет, когда в холле учебных заведений устанавливали почтовые ящики для сбора валентинок. К слову, большинство из них были сделаны своими руками и до сих пор бережно хранятся. Эта традиция жива и сегодня. Но как бы ни был хорош этот праздник, не стоит забывать, что он пришел к нам из-за рубежа. А вот в православном календаре есть свой день семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и связан с историей святых супругов Петра и Февронии. Петр и Феврония – покровители семьи. Их брак является образцом христианского супружества. А на этом у нас все. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok